Еще раз скажу, что мне лестно и радостно здесь быть, встретиться с вами, а у вас есть возможность, значит, вот посмотреть, послушать дядьку, который вот эту книжку написал. Не всегда такая возможность есть. Сегодня ваша вот эта прекрасная библиотека пополнится экземпляром, еще одним экземпляром. Вот эта книжка, которая называется «Исторические поэмы». Историю создания этой книжки я вам сейчас немножко расскажу. А вот когда читать что-нибудь придется, то, наверное, сяду, чтобы было удобнее. Вот. Когда-то, когда вот первая книжка выходила, вот эта вот первая книжка, это, так сказать, мое избранное. Тут и стихи, и так называемые сонеты, я не буду углубляться, что это такое, и тексты песен, и много чего еще. И вот был первый опыт написания поэмы, исторической поэмы, потому что вот сам этот персонаж, князь Святослав, меня очень привлекал. Я бы сказал так, эта книжка, это соединение двух моих увлечений. Да, когда-то с самого детства, с вашего возраста, я, как и все вы, наверное, тоже пытался, начинал писать стихи. И тут, знаете, все человечество разделяется на две части. Одни этого стесняются, а другие потом не стесняются и продолжают это делать. Я, как уже было правильно сказано, профессиональным поэтом вообще-то как бы не считаюсь. Я им вообще-то как бы и не стал, несмотря на эти книжки, лежащие на столе. Не случайно эта самая первая книжка, видите, она так и называется, как наша творческая встреча, играя роль поэта. Этим самым я как бы хочу подчеркнуть, что основная моя творческая профессия, это все-таки выходить на сцену и играть роли в спектаклях. А это просто мое, ну как бы, хобби, увлечение. Еще одна разновидность такого некого творческого выплеска. Но все-таки, вот я-то не кокетничаю, говорю, каким-то настоящим профессиональным поэтом я себя не считаю, потому что профессиональный поэт, наверное, он живет за счет своего литературного труда. Как Хлестаков говорил, признаться, литературой существую. Есть у нас такой спектакль, здесь была фотография, я там по чмейстера играю. Вот. Я литературы не существую, значит, это мое действительно увлечение. А второе мое увлечение, это история. И в частности, история нашей страны. Вот я вам скажу, мне, наверное, повезло. Я не знаю, какой сейчас существует учебный план и в каком вообще классе, в пятом, шестом вы проходите историю нашей страны. Я помню, как у нас была история древнего мира, история средних веков, потом вот история нашей страны, потом новая, новейшая история и так далее. Сейчас, может быть, какая-то вообще другая классификация существует. Но я для себя вот такую цель ставил. Думаю, вот мне повезло, мне попался хороший учитель по истории. Вот он нас, знаете, как учил? Он рассказывал, вот учебник это само собой, он пример по содержанию, то, что в учебнике было, он нам и рассказывал. Но он рассказывал нам так, это был мужчина, относительно, ну как молодой, еще средних лет, он рассказывал так, как будто персонажи, вот все эти исторические личности, исторические деятели, полководцы, монархи, правители и так далее, они все были его знакомые. Вот его хорошие знакомые. Он рассказывал нам так, как будто он понимал их чувства, их мысли, как будто он с ними беседовал. И вот эти беседы он просто нам передавал, вот как бы со своим личностным пониманием этого. И поэтому эти персонажи и для меня потом становились тоже как-то вот близки, как родственники, знаете. И я понимал, что ими движет, и это было увлекательно, это было интересно, и вот это чувство во мне так и осталось. Я продолжал интересоваться историей, это было просто здорово. А потом, раз я увлекался стихами, вот обратите внимание, когда человек говорит, я увлекаюсь поэзией, это значит, что он любит читать стихи. А когда человек говорит, я увлекаюсь стихами, это значит, он любит писать стихи. И вот эти два увлечения, они как бы соединились. Я писал не просто стихи, а пытался писать еще и на историческую тему, исторические поэмы. И вот результатом соединения этих двух увлечений и стала вот такая книжка, которую я хочу подарить вашей библиотеке. История создания. О, спасибо, спасибо. Актеру, конечно, всегда очень приятно выслушивать аплодисменты. Вот. История создания примерно такая. Вот я сказал, вот в этой первой книжке был первый опыт написания. Персонаж этот, Святослав, мне нравился. Я не знаю, в каком классе вы его проходили. Это тот самый дядечка, который говорил, иду на вы. Знаете, что это такое? Вот он был такой честный человек. У него существовал некий внутренний такой моральный кодекс. Он не мог нападать, как Гитлер, вероломно. Понимаете? Он, если объявлял кому-то войну, он послал сначала гонца в какую-нибудь страну, в Хазарию, например. Чтобы они знали и готовились. Я буду с вами воевать. Вот это и означало. Иду на вы. Ну, то есть, иду на вас. Понимаете? Вот это меня просто потрясало. Какой честный и отважный это был человек. И вот думаю, это стоит, знаете, чтобы это попытаться отразить поэтическим пером. Вот я о нем написал. И чтобы вы какое-то представление о книжке получили, я вам маленькие-маленькие кусочки из своих произведений буду зачитывать. Святослав. Это имя из гордых имен по истории войн пролегло, как межа. Этот образ сияет из древних времен воплощением доблести и куража. Акипардус. Пардус – это гепард. Акипардус бросался он в битву и стремглав, и враги с тем броском совладать не могли. По успешным сражениям князь Святослав, Александр Македонский для нашей земли. Все вам не буду, конечно, зачитывать, иначе вы просто утомитесь. Представить завершение. Так окончил свое кочевое житие бесшабашный любитель военных забав. Далеко зашвырнул боевое копье повзрослевший блистательный князь Святослав. Может быть, как правителя, трудно его в назидание потомкам поставить в пример. Но геройство – отчаянное удальство. Если б жил в те века, то воспел бы Гомер. Благородством и духом князь был исполин. Его подвиг не меркнет под пологом лет. Святослава, как будто героя-былин, Осуждает историк, но славит поэт. Вот как именно поэт, не настоящий поэт, Каким я себя считаю, но я попытался его прославить. Вот первая поэма вышла, А потом ко мне пришла интересная мысль. Ну что, поэма – поэма и все. А тут вот в этой книжке их аж целых двенадцать. Ну, там в оглавлении одиннадцать, Но если быть точным, именно двенадцать. Почему? Ну, потом, может быть, заглядете в книжку и разберетесь. Дюжина, целая дюжина. Потом ко мне пришла вот такая мысль. Обратите внимание, в нашем городе есть три района. Ленинский, Таграстроевский и Дзержинский. На что я обратил внимание? В этом районе, вот здесь вы, вы же на Гальянке находитесь. На Гальянке есть церковь имени Александра Невского. На вагонке есть церковь Дмитрия Донского. На Тагилстрое церковь Сергия Радонежского. Совпадение или нет, но я как-то для себя решил. Ну, это не просто так. Вот смотрите, вот могло бы быть там Троицкая церковь, там Благовещенская, в честь какого-либо церковного праздника, а тут в честь исторических лиц, исторических персонажей, святых для нас князей и подвижников, скажем так. Я думал, ну, раз это неспроста, стоит на эту тему писать. Я был и во всех этих церквях, естественно, был, и вот на что я обратил внимание. Захожу, вот вы, наверное, были, вот самое ближнее здесь отсюда, от вас церковь Александра Невского. Заходите, книжки стоят церковного содержания, иной раз просто исторические какие-то книжки. Я так посмотрю, посмотрю по внимателям, думаю, как же так? Церковь имени Александра Невского, а нет книжки, которая могла бы называться Александр Невский. Ну, то есть о нем. Думаю, непорядок. И пришла ко мне мысль, а вот как о Святославе? О нем написать, почему бы и нет? О Дмитрии Донскому написать, о Сергеи Радонежском. Когда эта мысль пришла, я принялся за ее осуществление. Ну, и вот что получилось. Читать все, конечно, не буду. Ой, сейчас, секунду. Надо же здесь, какой у меня тут казус произошел. Александр Невский. Своих героев выбирает время. Идущего притягивает цель. Родиться князем, ставить ногу в стремя, оберегать покой своих земель. К тому придет немеркнущая слава, Кто будет жить от бед, не хоронясь, Как Невский Александр, сын Ярослава, Отважный, юный, новгородский князь. Вот оно, начало содержания. Посмотрите. А вот финал. Князь не погиб, подобно Калаврату, Но люди той поры поднять смогли, Что понесли великую утрату, И что ушел герой своей земли. Последний подвиг не в пылу сражения, Но память не развеется, как дым, Ведь это подвиг самоотречения, С которым Александр и стал святым. Родную землю, сохранив свободной, До сей поры хоть у кого спроси, Она остается в памяти народной, Богатырем, заступником Руси. Вот об этом, спасибо, было написано в книжке. Я планировал, честно говоря, так, Чтобы в церкви Александра Невского Стояла книжка Александр Невский, Просто содержание будет одно и то же, Здесь подборка вот этих поэм, Об Александре Невскому, Сергея Радыцкого и так далее. Обложку менять, Но мне в издательстве объяснили, Если мы так сделаем, Это вам очень дорого будет стоить. Так как это не на мои деньги выпускалось, А на деньги управления культурой Нашего города Нижнего Тагила, И этих денег было не так уж и много, Я ими не распоряжался. В общем, мой замысел полностью осуществить не удалось. Вышла книжка с одной обложкой, Чтобы вы поняли. Там все равно написано и о Дмитрии Донском, И о Сергеи Радыцком. Значит, но обложки менять не пришлось. Но вот именно эту книжку Александр Невский, Половину тиража я просто привез, И просто как бы оставил в дар этой самой церкви. Она давным-давно разошлась. Мне потом объяснили батюшки, Что, в общем, отдали свою воскресную школу, Таким же ребяткам, учащимся, Просто раздали и все. Я думаю, это дело очень хорошее было. Я сказал, это на ваше усмотрение, Можете реализовывать, Пускай она стоит и продается в вашей церкви. Можете просто принять себе и раздать, Что они и сделали. Вот так оно и было. А мне просто прозвучало спасибо. Очень проекновенно так батюшка сказал, Спасибо, Бог. И мне было так радостно это выслушать. Вот такой был мой гонорар за эту книгу. Ну и дальше я продолжу, Чтобы у вас было представление о том, Что там дальше написано. Вот я, кстати, обратил внимание, Вы, наверное, тоже прекрасно знаете, Эмблема вашей школы. Сто. Да? Там сверху шапочка такая вот, Четырехугольная с кисточкой. Шапочка как бы магистратуры, Или как это называется. Значит, а внизу вот такая вот открытая книга. Начало поэмы Дмитрия Донской так и звучит. Обратите внимание. Наша история, словно открытая книга, Не было в ней интереснее и ярче главы, Чем времена, когда в тяжких условиях иго В русской земле началось возвышение Москвы. Эту страницу мы бережно с вами откроем И восхитимся ее летописной строкой. Вновь мы увидим, Каким беззаветным героем Был благородный и доблестный Дмитрий Донской. Опять-таки пропускаем содержание, Ближе к финалу, движемся к финалу. Князю великих побед покорилась наука, После взошедшей над доном Багряной зари, Дмитрий Донской обеспечил для сына и внука Сильную власть и прямую дорогу в цари. Наша история, словно глубокий колодец, Надо гордиться, что есть у народа такой Объединитель земель и лихой полководец, Мудрый правитель и праведник Дмитрий Донской. Ну давайте сразу перейдем к Сергею Радовичскому. Все-таки в третьем нашем районе Уже не полководец и мудрый правитель, А есть наш святой, Я считаю, наш вот самый главный святой, Заступник всей нашей русской земли. Сергий Радовичский. Давайте сразу к финалу, чтобы вы получили представление, Что это вот за масштаб личности. Так, сейчас, вот она. Православной веры ширились пределы, Только был в начале самый первый шаг Сергия Святого, основное дело, Троицкая церковь, светлый наш очаг. С нею Русь узнала, что ей все по силам, С нею становилась краше и сильнее. Сергий остается нравственным мерилом С основания лавры и до наших дней. Славную обитель для страны устроив, Он достиг духовных, праведных вершин. На Руси бывало множество героев, Но такой подвижник был у нас один. Мифы и легенды там лишь станут былью, Где такой великий чудотворец жил. Коль сейчас Россия расправляет крылья, Это значит, Сергий руку приложил. Вот вы получили представление О трех наших святых, Святых нашей русской земли. И по совпадению, как я уже говорил, Три церкви как раз украшают Архитектурный ландшафт Нашего славного города Нижнего Тагила. Когда-то все было написано, Вот, собственно, вышла эта книжка. А потом у меня как бы инерция сохранилась. Думаю, не только о святых можно писать. Вот мы же знаем, например, Вот вы же прекрасно, Вы же проходили это уже, наверное, В вашем пятом классе, Я пытаюсь увидеть, шестой класс. Нет? Ну и хорошо, восьмой, замечательно. Я вам сразу скажу, Какой вообще, вот если мы будем говорить Уже о форме, так сказать, О стиле, о выражении. Вот содержание, я хочу написать о них. А какую задачу творческую я перед собой ставил? Каким языком? Да вот примерно таким же, каким меня учили. Как очень по-простому и очень доходчиво Объяснял нам этот предмет Наш учитель истории. Сергей Вениаминович, кстати, мой тезка. Вы же знаете, существуют разные сложные формы поэзии. В какой-то из моих книжек я тоже пытался делать Такие довольно сложные формы. Так называемые венки сонетов. Что-то такое я сейчас объяснять не буду. Это не тема нашей встречи. Мы сегодня об истории говорим. Вот. А здесь я поставил перед собой задачу другую. Это как бы адресуется вот именно к вам, К ребяткам, даже младшего может быть, Но уж точно среднего и старшего школьного возраста. Чтобы вот мне казалось так, Вот было бы здорово, Если бы, допустим, проходите вы Святослава, Понятно, что можно читать учебник, Но там довольно таким официальным языком все это описано. И как-то вот, может быть, не очень доходчиво. Летописи читать в первоисточниках школьники тоже не будут. Это уж точно. А вот думаю, в простой доступной форме, В стихотворной форме, Которая легче всегда воспринимается, чем проза, Если вот школьник прочитает, Я ставил перед собой задачу такую. Вот если он прочитает, допустим, Поэму Святослав, И он своими словами эту поэму перескажет, Чтобы он на уроке потом Точно получил пятерку За вот тот материал, Когда вы этого Святослава проходите. Так же точно и с Александром Невским, И с Дмитрием Донским, И с Сергеем Радонежским. Вот я как бы адрес себе понимал, Я это пишу именно для вас, Для ребят, для школьников, Вот среднего, ну может быть, старшего возраста. То есть тогда, когда вы это все По истории нашей страны, По этому предмету и проходите. Вот такую цель я преследовал. Удалось ли ее достичь, Ну не мне уже судить. Вот таким образом. Принцип у меня был такой, Да он и распространяется, И как бы и на остальное мое творчество, Если так уж высокопарно об этом говорить. Я вам сейчас скажу четверостиши Александра Трифоновича Твардовского. В начале своей поэме Большого в сборнике различных глав. Большой книге, книге про бойца Василий Теркин. Он написал так. Пусть читатель вероятный Скажет с книжкой в руке. Вот стихи. А все понятно. Все на русском языке. Это и мое творческое кредо. Вот я тоже пытался писать так, Чтобы все было понятно. Ну Пушкина, когда вы читаете, Там же все понятно действительно. Это же очень ясный, простой смысл. Все-все. Дойдете до Евгения Онегина, И там все будет понятно. Очень написано. Просто потрясающе. При этом, никто не говорит, Что это та самая простота, Которая хуже воровства. Там есть потрясающая глубина. Психологизм. Философичность. Вот мы играем. Играли. Сейчас, правда, у нас уже в репертуаре Этого спектакля нет. Играем мы маленькие трагедии Пушкина. Ну это же здорово. Это же просто потрясающе. Как это все описано. Ух, просто диву даешься. Но написано это простым, ясным языком. Вот мне бы хотелось к этому уже и стремиться. Вот я пытался примерно это и делать. Еще раз повторю. Писал для вас, ребятки. Для школьников. Вот и первая книжка вышла. Я это дальше просто как бы вот дополнял. В первой книжке было пять поэм. Дальше. У нас же есть еще и великие полководцы, и великие герои. Вот эта книжка вышла. Видите, здесь у нас. Эта картина называется «Артиллеристы на Бородинском поле». Это вышло в 2012 году. 2012 год. Ничего вам не говорит. Это год двухсотлетия Великой Бородинской битвы. Которая была, естественно, в 1812 году. Вы помните. И вот к сентябрю эта книжка вышла. И там я написал уже и о Кутузове, и о Суворове, и о прочих наших великих полководцах. Среди икон под сводом Казанского собора наверное витает его победный дух, который не исчезнет с российского простора. Огонь военной славы и ныне не потух. И в сердце у народа останется навеки звездою путеводной, сияя вдалеке, немеркнущая память о храбром человеке, о славном полководце, о мудром старике. Навечно будет с нами наш Михаил Кутузов как орден, как святыня и нравственный пример, великий избавитель отчизны от французов, георгиевский полный российский кавалер. Ну и так далее. И о Суворове. Спасибо, спасибо. Сейчас и о Суворове заодно. Мы ощущаем исторические связи родстводержателей российского щита, когда под сводами собора тезки князя покоится его могильная плита. На ней мы, Бог Регарий, настоящий ворох, но титулы решили не перечислять. На ней одна лишь надпись «Здесь лежит Суворов». А кто он, никому не надо объяснять. Вот я прочитал вам две концовки поэма о Кутузове и о Суворове. Они сходные, так сказать, по содержанию, но все равно я пытался подчеркнуть значимость для нашей истории, память об этих великих полководцах. Так, ну дальше сразу вкратце еще скажу. Вот нас учат, нас в свое время учили, вас учат, что действительно в нашей славной истории были просто великие битвы. Это Ледовое побоище, это Александр Невский, Куликовская битва, это Дмитрий Донской. Вот он, Кутузов, это Бородинская битва, Великие победы, Суворова, это переход через Альпы, взятие Измаила, битва при Рыбнике и так далее. Ну проходили, все равно что-то такое слышали. Я начинаю это говорить, а ребятки начинают отрицательно мотать руками, то есть головой. Ну знаете, ну вообще-то по идее должны были проходить. Так вот, а я сейчас вам скажу, а есть еще малоизвестные страницы нашей истории. И тут я вот, знаете, вот никаких претензий даже высказывать не буду. Я просто знаю, да, школьники об этом мало знают, и они в этом не виноваты. Вот я вам сейчас скажу, вот Бородинская битва, но все равно вы наслышаны об этом. Ну как, Великое Бородино, Лермонтова читали, ну как же, про День Бородина, ну читали, конечно. Вот. А если я скажу, не Бородинская, обратите внимание, а Молодинская битва. Что это такое? Молодинская битва. Это так называемая битва при Молодях. Молоди – это село. В эпоху Ивана Грозная под этим селом Молоди была, на мой взгляд, грандиознейшая битва, которая могла бы стать вообще в одном ряду и с победой на Куликовом поле, и с ледовым побоищем, и с этой самой Бородинской битвой, которая так замечательно рифмуется. Об этом, кстати, иной раз даже не знает школьный учитель по истории. Вот так сформирована наша школьная программа. Почему-то считалось, вот в нашей еще советской истории, и сейчас как-то по инерции так считается, что это менее важно, потому что это же было при Иване Грозном, а это такой царь, знаете, у которого такая немножко одиозная слава. Он наполовину, может быть, и хороший, но наполовину и плохой, а может быть, и большей частью он как бы плохой, и значит, в его время, как бы неславное время, не могло быть славных битву. А тем не менее, я считал, что это вот оно того достойно. Или скажу еще такое, Липецкая битва, вот поэма Липеца у меня, не при городе Липецке, а при речке, которая называлась Липеца. Что такое, допустим, сражение, которое называют так, двумя словами, словосочетанием? Азовское сидение. Такое странное, да? Что за сидение такое? Азовское сидение. Я понимаю, что это вы впервые слышите, и ничего, это как бы нормально, потому что нас в свое время примерно так и учили. Что это такое? А это было в 17 веке, в 1637 году, Азовское сидение, так называемое, донских казаков. Они сидели, в смысле, держали осаду в крепости Азов, которую они взяли, отбили у турок, и четыре года там держались. И вся Османская империя на них навалилась, и они там, четыре тысячи человек, сдерживали наступление 120-тысячной армии, войска, которая просто затопила всю округу, вокруг этой крепости. И они там сидели, в смысле, они оборонялись там, сдерживали эту крепость, и победили. И султан турецкий так и не мог это взять. Вот это тоже стоит того, чтобы поэтическим перерогом это описать. Вот я об этом написал. А почему здесь такая морская тематика? Здесь просто, вот в этом последнем, дополненном, так сказать, в этой дополненной книжке, которая состоит из 12 поэм, здесь еще есть две поэмы на морскую тематику. Битва Брига-Меркурий, я понимаю, что это вы впервые слышите, вообще что-то такое, и ничего страшного. Или, я скажу, линкор Азов. Вот почему Азов? Оно перекликается. Сначала донские казаки обороняли Азов, а потом линейный корабль, который так и назывался Азов, совершил настоящий подвиг в битве с теми же самыми турками. Вот это тоже было описано. Все, я потихонечку закругляюсь, я вкратце об этом говорю, и кусочки оттуда зачитывать уже не буду. Вот о чем-то малоизвестном я тоже решил написать, чтобы это тоже стало вот достоянием, ну, не просто, как говорят, общественности, а достоянием вот ребят, которые, может быть, это даже и не изучали. А тут просто почитают и познакомятся. Они с удовольствием узнают, я считаю, с радостью, по идее, должны узнать, что это, оказывается, в нашей истории тоже было, а это не менее славные страницы нашей истории. Вот примерно то, что я имел сказать, я сказал, на этом я заканчиваю. Сейчас с удовольствием послушаю ваши вопросы и по мере возможности попытаюсь на эти вопросы ответить. У меня вот такой вопрос. Мы с ребятами изучаем, ну, например, значит, жизнеописание Сергея Рабинишского на уроках литературы. Это книга Зайцева, ну, Сергей Рабинишский, очень тяжело написанная, это уже пересказ, первоисточник. Могли бы мы воспользоваться вашей поэмой для того, чтобы немножечко заинтересовать наших детей? Вот то, что вы говорите, это прям бальзам на авторское сердце. Ну, что значит, да я с превеликой радостью говорю да на подобные вопросы. Ну, я знаю, между прочим, вот могу так чуть-чуть даже похвалиться, мне инораз говорят, а вот моя девочка, моя дочка, реферат писала по вашей поэме, ей пятерку поставили. Мне так приятно это слышать, я говорю, ой, как славно, кому-то это помогло. И вот я примерно для этого это и делал. И когда вы спрашиваете, ну, конечно, я скажу, да, хорошо, замечательно, это было бы просто великолепно, потому что именно для этого, примерно для этого, я, собственно, поэмы и писал. Конечно, пишешь ведь не для того, чтобы где-то у себя это держать. Вот помните, я вам говорил, одни стесняются, а другие уже не стесняются. Я дорос до второй стадии, я уже стал человеком, который не стесняется. Мало того, что не стесняется это показывать, а даже заботиться о том, чтобы это стало достоянием, возможно, более широкого круга публики, как мы говорим. Актеры по профессии, народ вообще-то как бы публичный. Для нас ведь, чем больше народу в зрительном зале, тем лучше. И когда ты что-то написал, естественно, хочется, чтобы больше народу, говоря попросту, это все прочитало. И когда ребятки, школьники будут это не просто читать, а еще как-то для себя использовать в каких-нибудь изложениях, сочинениях и так далее, рефератах, кусочки будут использовать в качестве каких-то не музыкальных, поэтических иллюстраций. Ура! С удовольствием! Слышали вы когда-нибудь критику к своему хобби, как вы на это реагировали? Мне интересно. Да я бы, знаете, с удовольствием вот слышал, возможно, большее количество отзывов. Но дело вот в чем. Те, кто читали книжки, в принципе, как бы особо не жаловались и особо меня не ругали. Может быть, мне повезло. Может, они просто стеснялись, им неловко было это сказать. Но я с удовольствием выслушаю. Вот любое суждение в мой адрес. А тут еще вот какой момент. Я ведь писал не просто для того, чтобы это читали. Я еще и пишу для того, чтобы на это смотрели. А у меня этих книжек-то было, вот я вам скажу, вот совершенно не шутя. Это, можно сказать, раритет. Это очень редкая книжка, потому что ее уже не существует в природе. Она уже распространилась, так сказать. И у меня просто нет. Вот нет. Физически нет этих экземпляров. Вот какие-то были по сусекам, так сказать, наскреб. Вот книжку еще Александр Невский отдал в библиотеку и вдруг обнаружил. А ведь у меня больше-то как бы и нет. А раз нет, думаю, так подождите-ка, у меня же ведь кое-что было уже написано. И вот из того, что написано и как бы дополнено, вот в этой книжке, насколько я помню, сейчас скажу, это уже восемь поэм. Я думаю, так у меня же есть свежие. Вот Азов, Азовское сидение, значит, Брик Меркурий, вот как раз вот битва при молодях, так называемая. Думаю, так надо же восполнить, так сказать, недостающие, как это звучит в еще одном нашем спектакле. Я не буду вдаваться в подробности. Думаю, так надо же это срочно тогда и сделать. И все, я просто это занес в наше издательство, которое раньше выпускало, а у них там очень просто. У них это все хранится в их компьютерах. Они это просто извлекают из компьютера, а я им просто на флешечке приношу добавление. Они это просто добавляют и вот и получается расширенный или дополненный вариант этой же самой книги. Вот и все. И вот буквально эта мысль не пришла в сентябре, а буквально в октябре через месяц, пожалуйста, я получаю на руки новый экземпляр. И думаю, ну вот, теперь у меня опять есть некий фонд, который я могу презентовать. Приезжает там какой-нибудь режиссер на постановку, ставит спектакль, я у него участвую, а потом, когда премьера состоялась, в честь премьеры я такой, я прихожу с него с подношением. Вот, Алексей, я хочу вам подарить книжку. Вау! Это всегда такой восторг! Ух ты, какая книга! Ну, в смысле, как качественно сделана? Ой, да тут еще и картинки есть. Ну, хорошая книга! А я обычно на это говорю, а вы еще и почитайте? Может быть, кроме формы, там может еще и содержание какое-то существует? Она может быть понравится не потому, что качественно сделана, а потому, что там может быть что-то интересное написано еще? Вот так развернуто я и ответил. Ребятки, мне было очень приятно с вами говорить. Спасибо вам большое. Вот, книжка, книжка вот она, я ее подписал читателям библиотеки школы номер 100 с пожеланием любить и изучать историю нашей страны. Вот эта книжка, она остается у вас. Здесь, вот, вот.